Всех приветствую! Два года назад, летом, где-то в июне или в июле, я снимал видео про муфты МКО-С7. Мне тогда впервые попала в руки вот эта вот муфта модифицированная, ну не эта именно, а такая же, модифицирован с модифицированными патрубками. Вот тут можно видеть, вот здесь муфты еще с водами, как они ПГ называются, ну не важно, сальники, скажем так. А здесь вяструю деталь, видимо, чтобы не платить за покупные элементы, чтобы чуть-чуть издержки сократить. Переделали свои штампы и начали вот эти патрубки отливать сами. Ну, вероятно, вот эту вот крышечку тоже сами льют. Сейчас посмотрим, на ней ничего не написано. Ну да, вероятно, это тоже сами делают. Так вот, когда я снимал ролик, когда я снимал ролик, я показывал вот такой вот, давайте его вскроем. Вот кронштейн подвески муфты МТОК-7 без запаса оптического кабеля. Да, есть без запаса, то есть просто вот муфту крепят. А есть, сейчас покажу. У меня тут горы целые. А есть вот такой же кронштейн с запасом. Давайте распечатаю. Вот упаковка уже повредилась. Вот он. Ну, вот так надо показывать. Вот так будет по-правильному. Потому что муфта сверху становится, чтобы вытаскивать его. Так, вот в сторону уберем. Вот покажем. Муфтам тока-7 запасом оптического кабеля. Кронштейн для подвески. Так, не паспорт этот, не паспорт, а бумажку тоже уберем. Так вот, особенности, особенности. Давайте сразу прикручу. Если кто-то те видео не видел, я сейчас сразу расскажу, почему я обратил внимание. Я тогда не прикручивал на видео. В общем, у меня тогда на складе было много таких муфт. Вот, кстати, она демонтированная, потому что была установлена не там, где нужно. Кстати, видно, да, разные кабели были. Здесь у меня по линии был 9 кН, приходил с двумя оболочками, а уходил уже 3,5 кН, там 9,5 мм диаметр кабеля и вставки. Кстати, очень хорошо, что они идут в комплекте под различные диаметры. Уходили разные. Так вот, вот она вот так делается. Вот так вот крепится болтами и здесь кабель на стяжке прикручивается. Когда мне попали в руки вот эти муфты, вот эти муфты, естественно, у меня кронштейнов было много. У меня сразу вопрос такой вот озадачил, каким образом крепить, потому что, видите, не хватает. То есть приходилось вот эти вот штуки отгибать молотком, отбивать, как-то их там выпрямлять немножко, чтобы хоть какой-то был крепеж. Ну, без них вообще было бы скучно, скажем. Вот недавно я заказал себе на склад еще какое-то количество, потому что они периодически уходят. А, причем, самое интересное, смотрите, у меня был спор с менеджером по поводу того, что вот эти вот, ну, гальваника, а эти вот покрыты, покрыты порошком. То есть мы где-то обсуждали, на кой черт это делают, потому что гальваника это классно, порошок это не очень, конечно. Хорошо, мне не нравится, потому что оно потом облазит со временем. Так вот, недавно я заказал себе еще на склад какое-то количество. И вот они, кстати, уже видите, в каких пакетах, уже не заплавлены. И вот они приехали вот такого вида. Соответственно, сама основа под запас кабеля неизменная. Вот сразу сравним. Ну, как было, так и осталось. А вот эти вот штуки изменили. И изменения такие довольно масштабные, скажем так. Ну, в смысле, в габаритах. Вот теперь видите, как происходит. Вот сейчас, наверное, на видео будет. Тут мне, конечно, надо скоро городить будет студийный свет под ролики. Не всегда видно хорошо. То есть в этот раз, конечно, сделали как положено. Переделали. Ну, конечно, я вот почему начал ролик снимать. Думаю, а как же владельцам таких муфт. Да, собственно говоря, все то же самое остается. Просто кабель будет крепиться дальше. То есть, ну, вот это, видимо, такое правильное решение. Вот. Вот сейчас вот мы, наверное, чтобы они у меня тут в пересорт не пошли, мы, наверное, сразу что сделаем. Сразу возьмем да прикрутим. Потому что хранить их уже на складе получается в одной куче нецелесообразно, потому что тут вот так схватит. Кронштейн. Так, я так наживу и потом докручу. Так, а тут какая-то особенность была. Не могу вспомнить, в чем была особенность. Ну-ка, сейчас глянем. Вот оно, наверное, от особенностей и всплывает. Так, сейчас откручу чуть-чуть. Да, 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 да. Там было такое, что когда используешь... Да елки-палки, как вот он, интересно. Соскочить-соскочил, а назад не лезет абсолютно. Что это такое-то? Так, какая-то непонятка, ребята. Ну-ка, так. Да, там, в общем, был какой косяк, что когда вот эти вот гайки до конца закручены на старых крепежах, кстати, на новых надо тоже проверить. А, ну, правильно, там гаек-то нет. Что там проверять? Она до конца вот сюда не вставала и невозможно было закрутить. Сейчас такого дефекта не будет. Мне вот интересно, а как вот производитель такие штуки сделал? Не крутили, что ли, у себя? Тогда отдали на подку потребителю, закрутит и нехай-буде. Так, ладно. Отвертка немножко, шлицы подъедены и другие. Не годится, надо ее... Так, ладно, все, она уже никуда не пропадет. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь. А, ну тут без проблем. В общем, вот это вот классное уже решение такое. Собственно говоря, сейчас можно брать эти кронштейны владельцам как и новых, модифицированных S7, так и тех старых, которые были, ну, изначально. И меня очень радует, что все-таки вернулись опять гальваники, потому что с гальваникой, не знаю, насколько там дороже, там дешевле в производстве, но с гальваникой они очень в эксплуатации очень хороши, потому что краска, если слазит, там это в любом случае, то ленты ее там зацепят, то машинкой ударят молотком, и она потом живеет. Ну, и получается нехорошо. Так, сравним номенклатурные номеры, очень интересно. Так, это с запасом, без запаса, давайте посмотрим. Или это что это? Кронштейн для подвески. 495 в конце. Ну да, номенклатурный номер не изменился. Собственно говоря, два различных изделия под одним номенклатурным номером, то есть у кого-то на складах, у дилера в том числе, возможно, такие штуки болтаются. А хотя, кто его знает, может их вообще всего там сделали пару тысяч штук, и их вот за несколько лет, может быть, не сильно они уходят. Хотя я вот покупаю, стараюсь такие кронштейны покупать ко всем муфтам. Не там, где мы, допустим, делаем дешевые подключения в частном секторе, а, допустим, где мы строим магистрали, и где предполагается, скажем так, повышенное качество, что ли, работ. Вот у нас, смотрите, под различные вообще муфты. У меня очень много этих вот хронштейнов. Это подель седьмые. Вот это, видимо, под кашку, наверное, как есть. Вот у меня тут пачками. Это вот что-то не помню, от какой. Это, видимо, от какой-то кросс-муфты, наверное. Ну, это тоже вот запасный. В общем, вот такой вот видосик, думаю, кому-то пригодится. Ну, я очень рад, что произошли изменения. Не знаю, сами они вдруг надумали, или все-таки то мое прошлогодное видео немножко способствовало внесению изменений. Так, буду прибирать этот бардак. Все, всем спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok